Здравствуйте! У нас сегодня пятый урок, и в данном уроке я хочу рассказать вам, как же на ваш рекламный текст, собственно, попадает ваш целевой клиент, потенциальный клиент, и как человек видит ваш рекламный текст, именно sales letter глазами клиента, по сути, чтобы вы понимали, как это работает на самом деле, чтобы понимали суть и смотрели трезво на некоторые вещи в копирайтинге. Окей, давайте пойдем. Как же на самом деле читают ваш текст рекламный? Человек заходит, как вообще способы попадания на ваш рекламный текст? Первый, если у вас где-то заголовок, который цепляющий на блоге, на сайте, он по нему переходит и попадает на ваш рекламный текст. Какая-то яркая фотография, тоже, по которой он кликает и попадает на ваш рекламный текст. Или это граббер, что значит, что такое, это когда приходит письмо, к нему идет вложение, то есть, например, вы отправили письмо, вложение рекламный текст. Или это оффлайн письмо, то есть, вы отправили клиенту, не клиенту, подписчику письмо именно в оффлайн виде, распечатали. То есть, такой копирайтинг тоже существует. Или это e-mail письмо, то есть, по ссылке перешел, попал. Здесь не важно, как на самом деле вы ищете ваших потенциальных клиентов. Главное здесь зацепить человека, и чтобы человек открыл и перешел на ваш продающий текст. Соответственно, после того, как он перешел, происходит второй этап. Что же он читает, кроме... Первым делом, конечно же, заголовок, что ему попадает в глаза, потом подзаголовки. Подписи к картинкам и фото, выделение текста светом, рамками, какими-то блоками, шрифты, какие-то изменяющиеся по скриптам. То есть, все это дает, как бы, человек проходит глазами с самого начала до конца. Каждый клиент может остановиться на том, что ему интересно. Кому-то интересны отзывы, кому-то интересны ваши результаты. Кто-то будет читать, там, гарантии, кто-то будет читать что-то еще. То есть, каждый индивидуальный клиент, который читает, ему что-то свое нужно. Но, в основном, он пробегается по подзаголовкам, подписям, картинкам, фото, выделении текста и по паскриптам. Как нужно правильно оформлять ваш продающий текст, чтобы он, ну, как бы, был приятным и люди покупали? И не было у клиента ваших потенциальных отторжений на ваш продающий текст. Во-первых, текст должен быть не монотонным. То есть, оформление и стилистика написания вашего продающего текста должна быть не монотонной. Если вы в графике... Вот была такая тенденция в рунет-инфобизнесе в начале 2000-х годов, когда многие делали рекламные текста, пестрящие такие желтые выделения, везде красные выделения. То есть, это тоже плохо. Куча там картинок не в тему вставляли. Текст должен быть не пестрящий. Световая гамма. Используйте максимум три света в вашем продающем тексте. Больше не нужно, потому что тоже сильно режет глаз. Задача верстки и оформления – это повысить вероятность чтения вашего продающего текста, удержать человека на странице и выделить ключевые моменты, которые нужно донести до вашего потенциального клиента. Желательно использовать белый или светлый фон. На нем лучше читается. Но если вы используете черный фон, то тоже неплохо. В абзаце не более 10-15 строчек. Отступ между абзацами обязательно соблюдайте, чтобы все это было в стилистике и оформлении вашего продающего текста. Также можно сделать специальные вставки, которые будут увеличивать общую притягательность вашего sales letter. Это когда вы вставляете либо фотографии, либо графики, диаграммы, таблицы, рисунки какие-то, возможно, 3D-шные, иллюстрации. Еще такая есть фишка, врезка от руки, когда вы гарантию пишете на обычном листке бумаги или тетрадки, сканируете и вставляете как гарантию, что вы лично гарантируете, и поэтому вы, собственно, сами написали такую гарантию от руки, где есть ваша подпись. Также можно вставлять аудио и видеонарезки. Видеонарезки, кстати, очень хорошо работают, если грамотно интегрировать их в ваш продающий текст. Это то, что я хотел сказать по стилистике и оформлению. Вот так вот выглядит продающий текст глазами вашего клиента. Поэтому используйте эти фишки, вставляйте побольше правильных вещей и не вставляйте ненужные вещи. С вами был Азат Валеев. Всего хорошего.